Сегодня мы поговорим с вами о выражениях, которые наиболее часто используют, когда предлагают помощь. Рассмотрим ситуации срочные, когда вы имеете дело с чрезвычайной ситуацией, может быть ЧП, случилось что-то на дороге, либо нужно действовать без промедления. В таких ситуациях для того, чтобы предложить помощь, используется well плюс глагол первой формы, либо present progressive. Например, I'll take you to the hospital. Когда вы хотите человеку предложить отвезти его в больницу, либо вы нечаянно человек задели машину, либо видите, что тут случилось, I'll take you to the hospital. Если вы видите, что человеку плохо, и вот-вот он сейчас упадет, вы можете ему сказать I'll get you some water. Либо если же вы имеете дело с опасной какой-то ситуацией, и говорить, что вы позвоните в полицию, вы можете сказать I'm calling the police, либо I'll call the police. То есть will используется, либо present continuous в данных ситуациях. То есть вы можете выбирать либо одну конструкцию, либо другую. Значение у них, смысл идентичен. Когда очевидно, что вашему собеседнику или человеку нужна помощь, можно использовать следующие конструкции. Would you like me to take you home? Обращаю ваше внимание на то, что когда вы задаете вопросы, нужно иметь в виду два разных паттерна ударения. Когда вопрос, на вопрос, вернее, можно ответить просто да или нет, тогда у вас интонация восходящая. Как раз данный вопрос попадает под эту категорию. Would you like me to take you home? Когда вы предлагаете кому-то подвезти, кого-то, например, вы видите, что человек один остался на остановке, либо поздно, либо наоборот где-то, ну в какой-то ситуации оказался, так можно предложить. Либо же можно просто сказать Let me help you. Let me help you. Либо Can I help you? Опять же Can I help you? Попадает под категорию вопрос, на который можно ответить просто да или нет, поэтому восходящая интонация. Can I help you? Can I help you? Также помню, что в каждом предложении у вас будет одно или два главных слова, на которые будет падать stress, ударение. То есть Can I help you? Здесь ударение падает на глагол. Help. Can I help you? Can I help you? Обратите внимание, все слова не получают одинаковый стресс. Также можно спросить How can I help you? Здесь мы имеем дело с вопросом, на который нельзя просто ответить да или нет. Вопрос подробный WH со слов When, Where, Why, Who, How. И на такие вопросы, когда, вернее, их задают, то интонация нисходящая. How can I help you? How can I help you? Опять же, под ударением находится главное слово, глагол. Help. Можно спросить также What can I do for you? What can I do for you? Если вы обратите внимание, stress word, ударение, падает на глагол do. Если вы не помните, какие существуют паттерны в предложениях или вопросах в английском языке, то обратитесь к моему плейлисту. Там есть разные названия, можете посмотреть, какой вам больше подойдет. Также вопрос What can I do for you относится к категории WH вопросов. Нельзя ответить на него, просто да или нет, поэтому нисходящая интонация. What can I do for you? What can I do for you? И третья ситуация, когда вы хотите помочь друзьям или хорошим знакомым, вы можете использовать следующие выражения. Is there any way I can help you? Обращайте внимание на восходящую интонацию, потому что на вопрос можно ответить да или нет. Вопросы, как правило, начинаются со вспомогательного глагола. Is there any way I can help you? Здесь два слова под ударением way и help. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Здесь под ударением находится глагол do. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? Здесь также восходящая интонация, потому что на этот вопрос мы можем ответить да или нет. Также обратите внимание, как соединяются два слова. Глагол do и частица to. Дуда. 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 Через flap t. Вот такие наиболее частые фразы, вопросы, которые вы можете использовать, если хотите человеку предложить свою помощь. Ни в коем случае это не ultimate list of phrases that you can use, но для затравки на первое время вам этого, как говорится, хватит. Напоминаю, что у моего канала есть инстаграм. Найти вы меня можете, напечатав curels underscore english. В общем, желаю отличных выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok